Более 500 миллионов рублей возникают эмоционально необъективные высказывания отдельных должностных лиц. В этой связи считаю необходимым сделать следующее пояснение. Первое. Результатом рабочих встреч, проведенных мной лично в период пошедшей недели, с генеральным директором ОАО Новосибирской энергозбыточной подчасовой Татьяны Николаевны, с генеральным директором ОАО Новосибирской энергозбыточной подчасовой Татьяны Николаевны Виктором Петровичем есть и основания полагать, что до губернатора Новосибирской области и от губернатора Новосибирской области до исполнительной власти доносится искаженная информация по поручениям в отношении МОК КДУ. Второе. Отсутствие эффективного взаимодействия с управляющими компаниями, ошибки при анализе и планировании текущих деятельностей предприятия, низкая исполнительная дисциплина руководством ОК КДУ не приводит, к сожалению, в настоящее время к кардинальному исправлению экономической ситуации на предприятии. В этой связи я даю поручение заместителям главы Носова Сергея Анатольевича, заместителям главы Духаева Виктору Александровичу, начальнику управления экономического развития Сергеева Татьяна Николаевна в течение этой недели провести комплексный анализ деятельностей и действий директора МОК КДУ по озвученным новой позициям. Третье. Несмотря на настоятельность совета извне, администрация города совместно с членами наблюдательного совета МОК КДУ 4 депутата из 5 не поддержана предложение руководства МОК КДУ по инициированию банкротства управляющих компаний ООО «Центр» и ООО «Салют», поскольку, по нашему мнению, данное решение первое, может автоматически привести к банкротству МОК КДУ, второе, не позволит должной мере произвести взыскание денег и средств с должников этих управляющих компаний, и третье, заставит собственников более 130 домов, многоквартирных домов, находящих на территории нашего города, проводить собрания по выборам новой управляющей компании или способа управления, что приведет к усугублению ситуации в целом на рынке коммунальных услуг и не позволит оперативно начислять и собирать платежи в отопительный период. Четвертое. Администрация города проработает дополнительный план мероприятий по исправлению текущей ситуации с платежами управляющих компаний и населения за потребленные коммунальные ресурсы. И расчетами с кредиторами данные планы мероприятий готовы к представлению губернатора Новосибирской области лично. Пятое. В течение октября 2013 года администрация города будет получен и перечисленным в КБУ комический кредит сумме 15 миллионов рублей для расчета счастья у кредиторов. Шестое. Деятельность исполнительной власти города и представительная власти города направлена исключительно на создание комфортных условий для проживания горожан. Уважаемый Олег Георгиевич, обращаюсь к вам как председателю Совета депутатов в течение трех дней в целях недопущения дестабилизации политической обстановки города, в целях недопущения каких-либо оценочных суждений в отношении исполнительной власти инсинюации совместно с депутатами городского совета депутатов, совместно с депутатами законодательного собрания Новосибирской области, Прилетским, Осиновым, Замиралым и другим дать оценку действий исполнительной власти в лице администрации и меня как исполняющего обязанности главы города. Те же действия, ту же оценку просу дать городской общественной палате. Спасибо.